Привет, мои хорошие! Какое счастье для вас монтировать это видео, очередную швейную историю. Началась она еще в мае 2021 года и до сих пор продолжается. Это здорово. Я получила на обзор замечательнейшую ткань, итальянскую шерсть из магазина Тоскана Тосути из Москвы. Приобрела тогда себе этот винтажный желтый свитер от Лакост и поняла, что начну шить со широких брюк, со щипами. Качество ткани просто обалденное. И разрешите мне вас пригласить на виртуальную минутную экскурсию в этот магазин. Музыка Музыка В наличии у меня 3 метра костюмной шерсти. Эта шерсть обладает эластаном. Цвет у нее такой холодный, чистый, серый. Вблизи можно рассмотреть, какое плетение у ткани. Ткань достаточно мягкая, струящаяся. И в начале пути швейного серого я думала, что это будут не просто брюки, а будут брюки с жилеткой. Но в этом видео мы будем шить с вами брюки, а про жилетку я подумаю чуть позже. Кстати, этот момент я буду с вами обсуждать в конце видео и с удовольствием послушаю ваши советы на эту тему. Но, тем не менее, вы можете увидеть, что может собраться вот такой вот красивый образ. Что же касается выкройки, то на основании вот этих красных брюк из вельвета я выкройку разрезаю. Это задняя половинка. И раздвигаю. А на основании вот этих вот брюк я выкройку немножко буду удлинять по шву сидения. Вот как указано в книжке Галии Слачевской. Это та методика кроя, по которой я строю все свои выкройки. Готовыми выкройками я не пользуюсь, но мне удобнее делать выкройки по собственным меркам. На мой взгляд, так проще. Выкройка передней половинки брюк у меня готова. Я буду использовать все тот же вариант. Ничего менять не буду, ни глубину защипа, ничего. Определяю, где у меня изнанка, где лицо. На этой ткани достаточно сложно это сделать. И это отмечаю мелом, чтобы потом не потеряться. Кстати, хорошая ширина ткани. Я вхожу, не меняя полярность в одну ширину. Ну что, поехали. Утяжелителями у меня работают сегодня книги толстые по шитью. А раньше, когда я еще жила в Киеве, работали такие камни галька. Которые части и привезли мне с Крыма, часть я привезла из Италии. Но, к сожалению, сейчас у меня этих камней нет. Я думаю, что со временем я вернусь к тому способу, когда все-таки найду и побываю в том месте, где можно эти камни собрать. И да, очень важный момент, который, я так понимаю, нужно проговаривать в каждом видео. Особенно для тех, кто только присоединился на мой канал. Я не профессионал. Я не обучаю шитью. Не обучаю тому, как построить эти выкройки. Я создаю швейные истории, рассказываю про свой опыт. И надеюсь, что данные видеоролики вас вдохновляют на создание своих собственных швейных шедевров. Тем временем, крой у меня получился. И теперь я сажусь, беру нитку контрастного цвета. В данном случае мне очень нравится работать с неоновым цветом. Его всегда видно. Практически на всех тканях. Исключением, может быть, какие-то там пестрые ткани. И делаю ниткой этой, прокладываю стежки, прокладываю линию середины переда. И все-все-все нюансы, где нужна мне эта нитка. Потому что мел... Нет, у меня не мел. Я не пользуюсь мелом. Я пользуюсь мылом. Мыло под утюгом исчезает. А мне нужно знать точно, где мои линии. И чтобы потом было проще это все сшить и собирать. Начинаю я сшить свои брюки с карманов. Замечательнейший, самый лучший мастер-класс на ютубе, который я знаю, который я использую. По шиву данных карманов есть у Паук Штырины Михайловны. И посмотрите, какая красота получается. Обязательно ссылку я оставлю внизу. На этот мкай вы сможете сшить такие же красивые карманы. А то и лучше. Следующий этап это гульфик. Мастер-класс по гульфику мне очень нравится на канале Екатерины Малих. Именно там я беру информацию, как его вшивать. Мне там все нравится. Она говорит, что это не такой гульфик классический, как он должен быть на брюках. Мне этот вариант подходит, все устраивает. И я им с удовольствием пользуюсь. Опять же, ссылки все внизу в инфобоксе. Перехожу к задней детали. И тут я решаю перемоделировать одну выточку, которая у меня большая, широкая, на две небольших. И часть выточки я оставляю свободной. А потом ту свободу я уберу в резинку, которая будет находиться у меня в поясе. Об этой фишке, которая делает максимально удобным нахождение в данных брюках, я опять же узнала у Паукшты Ирины Михайловны. Кстати, совсем недавно видела видео на канале Лилия Дроздова, где она показывает, как эту резинку вшить при помощи таких резинок с дырочками под пуговки. Тоже этот мастер-класс оставлю в инфобоксе. Возможно, он вам пригодится. И когда-нибудь обязательно этот способ я попробую. Время пришло соединить перед с задом. Я сначала собираю вот эти шаговые швы, боковые швы. А шов сиденья я оставляю открытым и собираю его тогда, когда уже швы вертикальные закрыты. Ну и сейчас как раз тот случай, когда оверлок нужен. Боковые швы вот в такой тонкой шерсти лучше обрабатывать оверлоком. Можно, конечно, и бейкой. Я это делала. Но, к сожалению, возможно, это только у меня, а возможно и нет. Вот как-то бейкой получается недостаточно тонко, недостаточно аккуратно. Мне нравится в данном случае использовать все же оверлок. Ну, как вы понимаете, оверлок я не использую. Я использую швейную машину, но у меня на этой швейной машине есть такие декоративные строчки, которые имитируют оверлок. И, в принципе, если закрыть подкладкой полностью изделие, как я это и сделаю, то они очень хорошо подходят для данного вида обработки. Огромные такие, смотрите. Но тут будут складки. Все будет окей. А вот спинка. И будут еще застроченные стрелки. Работы непочатый край. Умираю от жары. У нас просто плавится все. Я, конечно же, шью шерсть. На самом деле я лукавлю. Я очень радовалась этой жаре. Жары бывает у нас очень мало. И вот в такие жаркие дни очень классно надевать какие-то такие открытые платья. Потому эти жаркие дни было сплошным наслаждением. Итак, возвращаемся к пошиву брюк. Сейчас я делаю отстрочку стрелок. Считаю, что это прекрасный вариант, чтобы их каждый раз не заутюживать. Ну и вот, смотрите. Тоненько-тоненько, миллиметр от края прокладываю строчку. И получается очень замечательно. Это и спереди, и сзади. И вот теперь пришло время подкладки. Подкладка у меня также из магазина Тоскана Тесути. Они мне ее также подарили, как и шерсть, из которой я шью брюки. Это очень приятно. Спасибо вам большое. Подкладка шикарная. Из стопроцентной вискозы. Относительно того, как я корректирую подкладку под брюки, никак не корректирую. Выкраиваю аналогично тем лекалам, которые у меня есть на основную часть. Хотя я видела в интернете, там нужно как-то линию сидения как-то корректировать. В общем, я ничего не делаю. За счет того, что брюки широкие, я надеюсь, что корректировка в принципе не нужна. И меня спрашивали, как я запаковываю брюки подкладкой, чтобы я показала момент с гульфиком. Но вот в крое нужно сделать так, чтобы вот тот выпад, вынос на гульфе, который выкраивается из основной ткани, его не было. Там была прямая линия по переду, по животу. Просто прямая линия с припуском в один сантиметр. Этого достаточно для того, чтобы сделать обработку. Полностью собираю подкладку. Я это делаю при помощи выборотных швов. И иду на стол, чтобы показать вам, как я гульфик закрываю подкладкой. Это очень просто. К этому моменту брюки практически сшиты. Осталось только пояс и низ закрыть. Все остальное должно быть уже готово. Также и в подкладке. Единственное, что у подкладки еще открыт гульфик. И вот сейчас мы его вместе с вами сошьем. Итак, когда я сделала крой, вторым этапом было прометать все линии. В том числе линию середины переда. Вот она. Ее как раз видно. А давайте я сейчас вам переверну картинку, чтобы было лучше видно. Так вот, ее нужно соединить с линией середины переда подкладки, подвернув при этом припуск. Можно это сделать изнутри. Видите, я уже подкладку и основную ткань собрала по талии. Мне это неудобно. И закрывать свой гульфик я буду полностью вручную. Хотя можно сделать изнутри при помощи швейной машины. И вот смотрите, припуски отогнула. И прикалываю, вот так вот подворачиваю, прикалываю булавочками. Прямо вот линию середины переда. Но так как линия середины переда совпадает с линией гульфика, то понятно, что я не пришиваю прям ткани в брюках, иначе швы будут видно на лице. И я пришиваю к краю гульфика. Вот если другую половинку вот так припуск тоже подогнуть, то видно, что все вообще полностью закроется. Итак, беру иголку и нитку, начинаю очень мелкими стежками прихватывать край гульфика, который совпадает с линией середины переда, и мой припуск на подкладки, который также совпадает с линией середины переда. И делаю это до конца гульфика. По высоте гульфик, как в брюках в основных, так и в подкладке должен быть одинаковый. В уголочке там останавливаюсь, беру вторую сторону подкладки, подворачиваю вот так вот припуск и прикалываю к тому припуску, который мы только что пришивали. Все должно хорошо совпадать, ничего не должно быть ни выше, ни ниже. Ну вот буквально там сколько припус, же у нас один сантиметр, вот мы его подворачиваем, и вот так вот я булавочками прикалываю. Беру мел, мыло, не знаю, все что угодно, и очерчиваю контуры гульфика, которые я прощупываю рукой. Он, по-моему, там сантиметра три должен быть. Вот это вот контур, та линия, по которой мы будем пришивать дальше гульфик. И нам сейчас нужно высечь лишнюю подкладку, оставляя сантиметр от того контура, я высекаю вот таким вот образом, такой вот прямоугольник. Здесь также оставляю сантиметр. Все, это нам не нужно, мы работаем только вот с этими припусками, которые остались. Делаю рассечение в уголок. Это такая, как бы, сложная часть в обработке гульфика. И, честно скажу, она у меня не всегда получается. Ну, в общем, как получается. Делаю рассечение на сантиметр, отгибаю, видите, сам гульфик, и у меня там выглядывает молния. Подворачиваю на сантиметр, и вот к краю молнии прикалываю ту часть подкладки, которая у нас еще не пришита. Делаю достаточно мелкие стежки, чтобы все было красиво. Опять же, можно подлезть на швейной машине изнутри и все пристречить. В каких-то, помню, брюках я так и делала. А здесь мне хочется вот поработать руками. Ну вот подошла к уголочку. И иногда так бывает, что, к примеру, той рассечки, которую я сделала, не хватает. Это лучший вариант, когда рассечку сделали намного больше. И видите, у меня как бы гульфик не входит в эту рассечку, поэтому мне нужно ее слегка продлить, что я сейчас и делаю. Немного еще подрезаю и заправляю на полностью гульфик. И вот этот вот остаточек, который идет параллельно талии, он небольшой, также припуск прячу вовнутрь, прикалываю и опять же беру иголку с ниткой, которую я до этого не обрезала, и также мелкими стежками пришиваю. На этом можно смело сказать, что гульфик мой запакован подкладкой. Следующий этап. Нужно разобраться с поясом. Сейчас я пришью шлевки. У меня всегда пять шлевок в брюках. Одна получается сзади, две по бокам и две спереди. Хотя можно делать сколько угодно шлевок. Вот как по модели вам хочется. Я видела очень много разных брюк с совершенно разным расположением этих элементов. Вообще шлевки нужны для того, чтобы держать ремень. Но я не уверена, что я в этих брюках буду носить ремень, вставляю туда в шлевки. Но тем не менее, когда у брюк есть шлевки, мне этот момент нравится больше. Также, прежде чем шлевки пришивать, я осноравливаю срез полностью, убираю все лохмотья, все ниточки, чтобы срез был ровным. Потому что перехожу к следующему этапу. Это создание того пояса, о котором я говорила ранее. Выкраиваю его по долевой. И где вы видите сейчас край ткани, оставляю совсем небольшой кусочек вот этой серой полосы. Вот мне хочется, чтобы внутри было ее видно. Здесь красивая, на мой взгляд, кромка. Дальше дублирую свой пояс. Припуски не дублирую, но как бы дублерин так чуть-чуть оставляю чуть больше, чтобы он попал под строчку. Тут еще такой момент. Так как я буду вставлять туда резинку, можно дублерин по спинке сделать тоньше. Я не делала. Я делала один на всех и по краям еще дополнительно дублировала, чтобы у меня вот эти уголочки, там где идет застежка впереди, были такие максимально острые. А еще прокладываю по внутренней части пояса строчку максимальным стежком. Потом ее внутри немножечко подтягиваю и завязываю эти концы. Так нас учили на курсах по шитью, когда мы шили юбку, но тогда пояс был полностью, точно сидел по талии. Тут же у меня есть резинка, поэтому я не уверена, что этот момент нужен в принципе. Но я его всегда делаю, потому что нас так учили. Хотя вы можете этот этап пропустить. Пояс я начинаю вшивать вот так вот с уголочков, потом другой уголочек и уже там распределяю его по брюкам. Так бывает, что брюки растягиваются, их нужно чуть-чуть припосадить под пояс. Но опять же, моего пояса будет сзади резинка, поэтому как-то там сильно напрягаться я не стану. Просто знаю, вот как мне нужно этот пояс вточать, потому что это уже не мои первые брюки. Кстати, обратите внимание, вот делаю сейчас строчку, пришиваю пояс, и там у меня уже есть петельки, за которые я брюки подвешиваю на плечки. И мне всегда этот момент нравится, я всегда его стараюсь делать. Итак, закрываю уголочки. Кстати, очень классно. Вот буквально совсем недавно в пошиве юбки Ирина Михайловна Паук, что показала, как она эти уголочки делает, так просто показала, знаете, без никаких заморочек. И мне тогда это очень сильно понравилось. Хотя на курсах мы тоже этот момент изучали, но вот как-то я не помню, что-то так просто объяснили. Посмотрите, какая красота получилась. Ну, еще за счет того, что у меня эти уголки такие максимально дублированы, мне нравится, когда они такие острые. Следующий этап. Кстати, вот здесь можно уже пришить крючок, потому что будут примерки, чтобы было удобно. Но крючок я потом пришила в конце. Беру резинку, вот ее прикалываю с одной стороны к поясу бокового шва, и с другой стороны к поясу бокового шва. Делаю примерку, фиксирую, и можно уже этот пояс пристрочить. Пристрачиваю так вот в канавку, хотя можно и руками пришить. Также идут шлевки у меня следующим ходом. Здесь за счет того, что шерсть такая тонкая-тонкая, я шлевки пришиваю, хотя часто именно пришиваю руками, а не на машине. Любимый этап, хотя сейчас и не последний, это убрать все стежки, которые я прокладывала. Тогда изделие сразу приобретает новый вид, такое красивое становится. А вот последний этап, это уже сделать подгибку, брюк внизу. Она у меня самая простая, как вы видите. Я использую потайные стежки, чтобы ее пришить. Подкладка у меня просто вот, подгибка самая обычная, и я на машинке прострочила. Ну, а на основной, конечно, ткани я стараюсь делать все максимально аккуратно, ручными стежками. И да, мои дорогие, это мои новые сшитые брюки. Безумно мне они нравятся. Они такие комфортные, удобные. Вот так вот на спинке переходит стрелка в выточку. Кто-то мне писал, так не шьют, так не делают. Да мне все равно, я делаю так, как мне нравится. Кстати, на многих сайтах именно так и делают, где я смотрела люксовую обработку брюк. Я не знаю, что показать. Карманы шикарные получаются. Очень мне нравится. Вот так вот выглядит крючок. Крючки я покупаю у нас здесь в местном магазине. Молния. Ну и понятно, что брюки полностью на подкладке. И выглядит это все максимально удобно, комфортно и красиво. Подкладка, я уже говорила. Еще раз скажу, это стопроцентная вискоза. Шикарное ощущение к телу. Ну и подкладка, если, к примеру, вы собираетесь эти брюки носить осенью, а я собираюсь, а у нас ветреная погода, она предохраняет от продувания холодным ветром. Ну что ж, выворачиваю брюки, потому что что? Начинается примерка. Ну и прежде чем начать примерку этой красоты, я хочу вас спросить совет. У меня же остался еще вот такой вот отрез этой шикарной ткани. Ранее я думала делать жилетку и носить вместе с этими брюками. Жилетку носить отдельно. Хотя, наверное, с этими брюками самое то. Но отрез довольно большой остался. Смотрите, видите, отрезами не назовешь. Я думаю о жакете, но есть у меня сомнения. Видите, ластан есть у этой ткани, что очень хорошо и что очень комфортно. Но я не знаю, как шить, к примеру, жакет из такой ткани, какой дублерин выбирать. Мне просто нужен совет. Если он у вас есть, дайте мне его, пожалуйста. Как дублировать эту ткань? Я не очень хочу сильный какой-то такой жесткий жакет, но при этом, чтобы он держал форму. Если я посажу на трикотажный дублерин, то, скорее всего, он же будет растягиваться тоже. Это, наверное, не очень хорошо. Все-таки жакет должен иметь форму. Я думаю, это хорошая идея. Единственное, что я не знаю, как ее реализовать. Поэтому пока думаю. Вторая идея – это сделать юбку с запахом или с разрезом, в общем, с открытой ногой. Тоже идея неплоха, хороша. То есть альтернатива брюкам иметь юбку. Жду ваших советов в комментариях. Напишите, что думаете по поводу этих моих мыслей у жакети и как его сшить. А я же считаю, что эти брюки очень классно совмещать с самой простой белой майкой. Да, случайно, она у меня из Юниклоп. Смотрите, какое классное сочетание. Серый и белый. Превосходно, правда? И добавлю сюда вот этот вот желтый свитер. В общем, получается, тот образ, с которого я начала, вот им и заканчиваю. Но это еще не все. Я еще кое-что себе заказала. Это посылка из Мюшик. И там должны быть спортивные вещи, которые будут очень классно сочетаться с этими брюками. Я хочу делать микс классики со спортом. Классика, casual спорт. Давайте открывать. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь давайте приступим к тем вещам, которые заказала из Ньюшик. Вот этот вот худи укороченный, такого замечательного мятного цвета, отвратительный. Во-первых, состав у него акрил и полиэстер, было заявлено, хлопок, хотя, видите, такой вот петельчатый трикотаж, но сидит ужасно, чувствуюсь в нем некомфортно, плохо и вообще мне не понравился. Просто, короче, никому не рекомендую, ни в коем случае не ходите по ссылкам, которые я оставила внизу. Стоп! Я, по-моему, вас обманываю. Я подожгла этот свитер и поняла, что никаких синтетических волокон там нет. Это действительно хлопок. Но каким образом там оказалась эта этикетка, я не знаю. Хотя кто-то из зрителей мне писал, что кто-то когда-то где-то работал на какой-то фабрике, я не знаю. И этикетки пришивались, какие-нибудь, какие есть. Тем не менее, мнение об этом свитеремятном у меня не поменялось. Но цвет, конечно, обалденный. С серым смотрится шикарно. Также вот такой вот худи. Темно-серого такого цвета. К сожалению, не было ничего в таком цвете без принта. Я заказала с принтом, но думаю, попробую. И, вы знаете, неплохо. Там, по-моему, 80% хлопка, остальное синтетика. Это мужской худи. То есть, предыдущий был женский отдел. А вот в мужских отделах всегда лучше изделия. И сшитые качества лучше. И состав лучше. Неплохо с этими брюками. Но я предпочла все-таки примерить с другими брюками, которые я шила в прошлом году. И с тонкой шерстью я попробую. Возможно, оставлю в своем гардеробе. Но пока не уверена. Давайте последний примерим. Свитер худи. Оно, он. Вот такого холодного бежевого цвета. Как заявляют производительные этикетки, это хлопок тоже с полиэстером. Ну, вроде как даже неплохо. Даже так скажу. Этот худи я оставляю. Несмотря на то, что вот этот вот карман есть на животе. Зачем они это делают? Если у вас есть возможность, покупайте худи без кармана. Потому что карман прибавляет объема в районе живота. Зачем? Кому нам нужен живот? Кстати, хороший вот петельчатый трикотаж. Тот предыдущий был такой пушистый. Мне не очень. А вот это качество мне получше. Хотя сшито, ну, так себе. Где-то нитки торчат, еще что-то. Но мне очень нравится вот этот вот цвет. Холодный бежевый. Если вдруг вы меня спросите, что из этих худи я бы сама купила. Я бы купила именно вот этот. Серый вряд ли. Мятный точно нет. А этот бы купила в первую очередь из-за цвета. А на этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если так, поставьте лайк. И не забудьте подписаться. До встречи в моем новом видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok